Хотел показать вам дорогу, которую она всегда была в принципе и даже в моем детстве, когда я жил здесь на Крустальном переулке, она тоже была Но была она в таком ужасном состоянии, что по ней ездить на машине я не рассматривал никогда А сейчас вот эту дорогу сделали буквально недавно, насколько я понимаю И на самом деле это фактически... она дублирует фактически проспект до определенной степени, до первого микрорайона Поэтому рекомендую попробовать как-нибудь тоже по ней проехать Ну вот, вот эта первая часть дороги, которую мы сейчас едем Она в принципе была более-менее нормальной, в нормальном состоянии Ее особо не трогали Но немного дальше вы увидите, что там абсолютно идет хорошее покрытие И ехать можно довольно быстро И конечно этот темп, из которого мы эту дорогу остановили, отреставрировали Они очень радуют И вот буквально недавно Синельникова сделали, расширили, делали нормальный поворот Просто вот возникал вопрос, когда каждый раз там машины поворачивали Синельникова на Павленко И постоянно были аварии, постоянно были из этого пробки Возникал вопрос, почему бы не сделать там въездной карман И вот кому-то светло эта идея в голову пришла Насколько я понимаю, что этот... я слышал там Из-за того, что эко-дом там построили и заставили там ее делать Или администрации сделали, я не знаю Но вообще сделали очень классно Прямо сейчас там никогда пробок нет, одно удовольствие ехать Ну а вот эта вот дорожка, это прям навье Сейчас вот мы здесь выворачиваем Солнце, к сожалению, светит, но надеюсь все равно будет видно Здесь вот перпендикулярно проспекту идут разные маленькие переулочки Когда-то это было вообще считалось даль-дальнее Чигири Сейчас можно сказать уже фактически объездная улица Вот сейчас мы поворачиваем на этот отрезок, который сделан И сейчас поедем Так что вот сейчас Павленко, если надо, например, на первый микрорайон попасть Либо можно прямо на лейтенанта Орлова через переулок Облачный попасть Это тоже очень удобная дорога объездная Но я так понимаю, что еще мало кто о ней знает Потому что, посмотрите, машин не так много Ну вот едем Здесь такие сделали большие краны Скажем так, чтобы отделить частный сектор от железной дороги На самом деле, кто живет, конечно, в частном секторе Буквально недавно был там Здесь практически я жил в детстве Детство провел за 7 лет И вот если ты, конечно, эту дорогу переходишь И тут стоит поезд Он может просто встать и все То большая проблема Получается добраться до остановки швейной фабрики Ты ждешь, пока этот поезд уедет А сколько он будет стоять, никто не знает Ну и многие люди, конечно, под этим поездом переползают Но, так сказать, небезопасно Да и вообще, как бы Просто остаться чистым после этого довольно сложно Потому что там надо почти на карачках ползти Ну а пока вот наблюдайте дорогу Посмотрите, сколько работников Я столько никогда не видел вместе Вот там на железной насыпи Находится, я не знаю, может, у них какой-то субботник Сегодня или Аврал Так, сейчас аккуратненько надо Здесь очень здорово Можно на перегонки с поездом погонять В Хабаровске это мало где Только на проспекте можно было Вот здесь мы едем уже смело 70 Хотя тут местами знак 40 Поэтому надо сбавлять, конечно, иногда Но ехать можно свободно 80 При том, что дорога пустая А вон мы уже впереди виднеется Уже первый микрорайон Вот сейчас вот этот поворот, который направо идет Сейчас я вам покажу Вот Это поворот на облачный И тоже очень удобно Просто можно на Орлова свернуть И сразу там окажешься Тоже вообще абсолютно пустая трасса Вот Поэтому Удобно объезжать Ну вот мы уже подъезжаем к мосту На первый микрорайон Сейчас я уже буду заканчивать Вот просто хотел проверить Все ли ее сделали Ну вот как видно Что вся она сделана И сделана хорошо Поэтому можно будет Получать удовольствие От поездок Пока ее не забьют Машинами Все, ну вот уже знак И мы выезжаем на первом микрорайон Ну вот такой небольшой обзор Новой дороги я сделал Если вам будут Такие обзоры интересно получать Вы пишите отзывы Ставьте лайки Репосты И соответственно Буду еще делать Такие вещи Спасибо за субтитры Алексею